Я прочитаю несколько вот этих первых стихов на русском. Когда ты будешь жив и будешь владеть той землею, которую дает тебе Господь, Бог твой. И вот здесь есть стихи очень важные. Слушали ли вы эти стихи, когда я читал? И проснулось ли что-то у вас в сердце? Стукнуло ли ваше понимание? Из того, что мы читали. Возможно, какое-то выражение высветилось у вас. Почему оно так сказано? Или что-то подобное. Кто-то обратил внимание на то, что слышал? Да, нет. Макс обратил внимание на это выражение. Это выражение довольно-таки странное, оно сказано. Цедек, цедек, то есть правду, правду, справедливость. Все эти стихи или указания, они были даны судьям. Мы все знаем, кто такие судьи. Есть судейские дома, есть судьи, которые там сидят, и они должны судить. Есть здесь такое указание, не превращай свой суд. Не извращай правду. Не берите взятки. Мы знаем, что это происходит. И действительно, когда человек приходит в суд, чтобы найти правду, и вдруг он узнает, что судья уже подкуплен, то, в принципе, он уже ничего не может сделать в этом суде. И очень грустно, очень печально, что такое происходит. Я думаю, что и в России, и в других странах, даже в нас, это случается довольно-таки часто. С одной стороны, есть настоящие и прямые судьи, но есть и другие. И для простого человека, действительно, трудно что-то сделать с этим. Что он может сделать, это только обратиться в другой суд. И первое указание, о чем я хочу вначале поговорить, об этом справедливость, справедливость преследуй. Они хотят, что, почему это происходит? Почему это сказано дважды? В первом разе это сказано к судьям. Точно так же, как я уже сказал, что они должны судить правильно и честно. Но справедливость мы встречаем и в нашей жизни, в жизни обычной, человека. И во второй раз она связывается с нами, обращена к нам. И Бог хочет, чтобы в нашей жизни, мы следовали за справедливостью. Очень часто мы смотрим и указываем на других людей, которые поступают как-то не так. Это очень сильно раздражает их. Я думаю, что Бог больше хочет, чтобы мы смотрели на свою жизнь, на то, как мы поступаем. Как мы относимся к другими людьми. Чтобы в нашей жизни, в наших поступках была справедливость. И вы знаете, это слово, Тирдов, означает не просто идти за справедливостью. Более того, это говорит о усилиях, которые ты должен прилагать, чтобы это сделать. Когда я представляю вот это слово, Тирдов, я сразу вижу такую картину у себя в голове, как полицейские преследуют и догоняют какого-то преступника. Действительно, чтобы поймать его, они очень много усилий прилагают. Есть разные происшествия, стрельба, опасность и прочее. Есть опасность. Но они преследуют шаг за шагом и достигают своей цели. Поэтому Бог хочет от нас, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы вы смогли достигнуть, поймать справедливость. Это связано действительно с тем, что мы делаем, с нашими делами. И когда мы говорим это выражение, справедливость, справедливость преследует, есть еще одно, еще один смысл в этом. Мы очень сильно расстраиваемся, когда кто-то пытается сделать нам что-то злое, и мы пытаемся сделать справедливость, достигнуть справедливости, и не получается. И не выходит. По разным причинам. И очень часто приходят нам такие мысли в голову. Я шел прямым путем, но, видно, не срабатывает, поэтому я, наверное, возьму все в свои руки. Я возьму суд в свои руки, и я сам совершу справедливость. Возможно, здесь и там я обойду, уклонюсь, но я достигну справедливости. И это также очень часто случается в нашем жизни. И именно поэтому, когда Бог употребляет это слово, справедливость, справедливость преследует, он имеет в виду, что мы достигнем справедливости прямой дорогой. Он говорит, иди только прямой дорогой, чтобы достигнуть справедливости. Не бери суд в свои руки, и не иди кривыми путями. Пойдя таким путем, возможно, ты начнешь сам давать взятки, сам что-то преследовать, и делать какие-то комбинации. Все выглядит, как будто все для хорошей цели, достигнуть справедливости. Но путь кривой. Азе Луим אומר, лё, тагия ли цедек. Азе Луим говорит, дарих шель цдака, шель дарих яшара. Азе Луим говорит, достигай справедливости, но достигай прямым путем. Азе, дворим элли, он бэмет, мауд актуалим. Эти вещи, они действительно очень актуальны. Баэзе дарих анахно улхим. Каким путем мы идем. Баэзе дарих анахно улхим ляге ли цедек. Каким путем мы хотим достигнуть справедливости. Азе, когда я ставлю ударение на это слово, преследуй, достигай. Азе, ани хушев шеянахно улхим кин ласот колам улхим кдэ ляге ли цедек. Я думаю, что мы должны прилагать все усилия, чтобы достигнуть справедливости. Потому что часто мы видим, как с нами обратились, обратились несправедливо, не сделали правильно. И мы закрываемся сами в себе и начинаем плакать и жаловаться. Мы говорим, ну я сделал все, что мог, и ничего не вышло из этого. Но Бог говорит тебе, продолжай, не оставляй этого, не оставляй усилий. Продолжай, пока ты не достигнешь справедливости. Потому что действительно, в характере человека, просто оставить. Есть такие, которые действительно воюют и достигают до конца. Это так же и в характере их, но немногие так. Многие люди просто оставляют, ну обманули нас, ладно, что я с этим сделаю. Но Бог говорит, преследуй справедливость, достигай ее и не оставляй. Прилагай усилия. Бери адвокатов. Приводи свидетелей. Но достигай справедливости и не оставляй. Потому что если ты оставишь и не продолжишь, то ты просто будешь сидеть грустный, расстроенный и ничего не хорошего. И ты будешь жаловаться. И жалобы никогда не приносят ничего хорошего. Часто мы видим людей, которые все время жалуются, жалуются, жалуются. Но когда спрашиваешь, а что ты сделал, чтобы этого не произошло? Человек не отвечает тебе, потому что нечего ему ответить. Он не прилагал какие-то усилия, чтобы что-то изменить. Но если бы прилагал усилия, по максимуму, возможно, что-то вышло бы из этого. Это несколько маленьких уроков. Не оставлять. Достигать справедливости справедливой дорогой, прямой дорогой. И не извращать свои пути. И все это выражение, все это требование о справедливости, в первую очередь, относится к нашей жизни, а не к жизни других людей. Точно так же, как Иешуа сказал, прежде всего, выми сучок из глаза твоего, а потом уже, вынимай бревно из глаза брата твоего. Как я уже сказал, мы часто смотрим сначала на других людей и осуждаем других людей. И только в последнюю очередь обращаем внимание на свои поступки. Хотим показать другим людям справедливость. Но вначале Бог говорит, чтобы внутри себя достигнуть справедливости. Когда сможешь это сделать, тогда сможешь помочь другим. На этом я хочу закончить.